это интересное видео мы посмотрим поторгуем на одной из криптовалют я расскажу такие нюансы как по которым я строю прогноз это как мне помогает видеть движение цены на также вы видите дал прогноз несколько дней назад и считаю что вообще идеально отработал то есть начинали где-то 4 числа показал движение в район пятидесяти тысяч там 500 700 потом падение опять рост на уровень 50 346 и падение далее на 49 300 что мы видим что мы видим далее это то что прогноз отработал круто очень очень классно подписывайтесь на телеграм-канал подписывайтесь на youtube канал немножечко отвлекли подписывайтесь на youtube канал ставьте колокольчик тогда вы не будете пропускать новые видео и ну а также на нашем канале вы найдете все практически листинги которые проходили на binance на coinbase мы показываем что происходит с криптовалютами до листинга и после листинга вот именно в первые минуты листинга это очень важно это позволит вам в большинстве случаев перестать сливать итак что я хотел вам сказать по поводу трейдерства есть люди которые торгуют на протяжении дня то есть открывает здесь закрывают здесь открывает здесь закрывает здесь за это лонг или в short открывают здесь цена падает закрывают здесь и вы получаете доход это называется сделка short на фьючерсах на фьючерсах используются кредитные плечи это значит что если бы вы торговали на споте вам нужно было 100 долларов положить своих денег и вы бы там видели какую-то просадку то на фьючерсах вы используете x там 100 допустим это позволяет вам ставить всего лишь 1 доллар который будет равен 100 доллара то есть 99 долларов вы как бы кредитуете вас кредитуют и в такой ситуации когда вот вы заходите сделку здесь вот волатильность допустим вот вот эта волатильность около 8 82 0 82 процентов давайте возьмем круглые цифры вот один процент и это значит что вы должны умножить свое плечо которое вы взяли там x 100 на 1 и получаете сто процентов либо у вас минуса будет от за эту сделку когда вы заходите здесь в лонг либо у вас будет плюс если в шорте то есть вот один процент вам даст сто процентов к вашей вашему ордеру то есть из одного доллара вот вы берете один доллар ставите и кредитное плечо 100 значит у вас будет минус один доллар если вы ставите здесь 100 долларов то тогда 100 долларов при 100 x плече у вас будет минус 100 долларов вот и здесь очень важно понимать где находится цена насколько она выросла и насколько она может упасть очень легко это сделать вы можете посмотреть этот таймфрейм и кстати очень важно чтобы вы тоже или писали дневник свой анализировали или же зарегистрировались по этой программе то есть зашли на сайт внизу в описании будет этот сайт и заходите и регистрируйтесь у вас по ссылке будет когда вы зайдете предложено 30 дней бесплатно и даже если вы не будете ставить бесплатные 30 дней у вас все равно будут доступны разные инструменты здесь вы можете чертить смотреть фибу анализировать и так далее очень полезное приложение и советую вам ей воспользоваться каждый день тренироваться тренировать свои навыки это вообще вот как бы вкратце поверхностно что что для новичков да что как торговать фьючерсах и вообще что из себя представляют вообще торговли на фьючерсах потому что многие не понимают когда заходят что такое фьючерсы что-то у них они классуют x50 выбрали но сейчас можно только x20 если вы не вертифицированы нажимаете x20 куда-то заходите в зеленую кнопочку нажимаете или красную кнопочку и вы не понимаете что происходит в общем если красную нажимаете кнопочку у вас будет доход в случае падения цены и вы за правильно закрываетесь фиксируете и если вы зеленую кнопочку нажимаете до купить по зеленой это лонг называется если цена будет расти от вашей от вашего входа вы здесь зашли и цена пошла вверх то тогда у вас будет доход равные сколько процентов эта сделка вам дает вот лонг допустим 1 и 4 процента на допустим 20x это будет 20 процентов 24 где-то до процентов даже 28 это плюс 28 к вашей вашему первоначальному ордеру то есть если вы ставите 100 долларов то будет у вас 28 долларов при закрытии понятно в выгодном положении здесь вверху второй момент не спешите заходить сделки потому что это очень вредно для вашего депозита вы сразу открыли сразу открыли какую-то крипту и сразу начинаете пытаться купить ее до попробуйте начать с вами меньшего если вы новичок попробуйте купить на 1 доллар если там у вас x100 и если у вас в общем самый минимум или в орду или в споте просто торгуйте потому что отличие спорта от фьючерсов несколько на споте вы покупаете bitcoin и вас никак не выкинуть рынка то есть даже если он упадет на 90 процентов у вас все равно вы купили там допустим 05 биткойнов у вас 05 биткойнов останется у вас просто изменится цена за этот bitcoin но когда цена вырастет через полгода вот как вы увидели падение недавно до 26 и сейчас он 50 стоит то у вас из 05 превратится понятно если мы переговорим в доллары хорошая сумма поэтому спот это тоже где вам следует торговать и не смотреть на большие знаете возможности фьючерсных рынков далее на фьючерсах чем отличается от спота вы можете шортить то есть вы можете зарабатывать не только на росте цены но и на падение это уже вам сказал также очень важный совет и я его неоднократно говорю что вот у нас bitcoin график по биткоину и мы должны если вы хотите торговать на фьючерсах ну или на споте вы должны понимать что большинство криптовалют очень 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 как вам сказать следует за биткоином то есть вот вы видите да я сейчас включу график по биткоину вот он сейчас мы его поднимем смотрите видите это криптовалюта которая называлась ftm который сейчас пампер она тоже идет за биткоином то есть какое-то движение биткоина вниз и криптовалютов ftm тоже влияет на на падение или рост сейчас криптовалюта биткоин видите вы растет и ftm выросла на 1 процент где-то до 0 8 процентов понятно что это это не то нет не так как вам сказать это важный момент потому что возможно некоторые криптовалюты если биткоин будет падать некоторые криптовалюты будут пампятся и они будут расти но вы должны вначале посмотреть на биткоин куда он сейчас пойдет и вообще глобально куда он будет идти я понимаю что он хорошо вырос как вы видите за сегодня это вот с 8 часов он уже на один процент но хорошо вырос для биткоина один процент это нормально два три процента это уже считается на этих для меня как памп потому что быстро растет потому быстро корректируется на какой-то уровень поддержки вот я понимаю что сейчас биткоин подвержен как раз стрелочка написал нарисовал падению такому до краткосрок он может падать вот минута три минуты будет вот примерно вот вот такая вот штука он может сюда зайти и спуститься в эту зону и потом от этой зоны пойти вверх до следующей где-то зоны вот то есть больше сейчас не падение а рост и потом уже где-то в этих рядах я думаю что он может пойти вниз а вот этот таймфрейм до 5 минут то есть небольшая будет волатильность и мы можем откатиться даже ниже сейчас ниже да вот но вот этот уровень и может быть вот этот уровень сейчас да вот он 1 2 1 2 то есть сейчас мы немножечко вырастим где-то вот вот этот уровень будет сопротивление локальный и пойдем вниз проанализировали криптовалюту bitcoin и теперь включаем таймфрейм 1 минута и торгуем допустим на том и в теме который нам может дать больше чем за целый день торговли на биткоине получается теперь мы анализируем что у нас происходит с ftm 15 вот как раз свое в теме немножко другой другое положение он делает такую как чашку да может быть тут ручка чашка с ручкой . похоже это сучка на это локально да то есть это может быть незаметно видите какая волатильная да смотрите на волатильность криптовалюты вот он за 11 минут 1 процент за 2 минуты почти тоже 1 процент это минутный да если 15 минут посмотреть то за 15 минут бывает вот у него пампы на 10 процентов коррекция 3 и 6 процентов опять вверх на 5 процентов коррекция на 2 и 8 процентов так что мы ftm можем сказать такая проторговка как вы видите что к чему-то сейчас готовится есть паттерны разные криптовалют флаг там треугольник и так далее тоже они отчасти отыгрывают сейчас он будет падать получается получается что он будет падать мы попробуем взять с вами надо было раньше чуть-чуть взять сейчас он вырастет и мы возьмем на немного давайте попробуем на вообще минимальный вот сейчас он вырастет и мы ставим шорт раз два три не успели надо привыкнуть первое к волатильности криптовалюты вот bitcoin как вы видите идет по тому что я сказал да видите вот он сейчас может вырасти пойти наверх и пойти вниз может не так явно он пойдет но тем не менее сейчас он должен идти вверх криптовалюты ftm может тоже реагировать такие таким же ростом да я смотрю ftm 1 1 минута там три минуты для меня нужно понимать глобально движение в случае чего мы сейчас реально стоим на таком распутье между пойти вверх или пойти вниз эти раз что происходит у нас тут покупают сейчас будет уже более волатильность больше волатильность вот bitcoin как раз пошел видите он не пошел вверх сейчас он пошел еще ниже это тоже нужно понимать потому что на 15 минутах мне как раз вот я сразу сказал чашка с ручкой да может непонятная такая ситуация вот первый тейк у нас идет вот ftm тоже так же реагирует то есть то что я сказал шорт взять шорт это было правильное решение просто взять немножечко выше опять смотрим не забываем смотреть на волатильность это 0 6 процентов ближайшая его это пока такое падение коррекционное падение видите он может быть повторит такое же движение вот досюда примерно выкупают 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 и опять повторюсь не спешите становиться в позицию поскольку у вас может вынести в минуса это был таймфрейм час да у нас еще есть 15 минут видите сейчас какой час я имею ввиду по указателям не так ровно вот значит 15 минут есть вероятность того что мы выйдем где-то вот сюда и тогда вот эта стрелочка будет отсюда выйти вниз либо мы сразу пойдем вниз это уже микро трейдинг да 0 26 процентов но ни о чем но то что нисходящий канал я вам сказал и мы видим что также криптовалюты влияют биткоин влияет на другие криптовалюты так здесь и мы видим как вы видите идем потихонечку вниз и скоро в 1 минуте можно закрывать short может он дойти до 1,1,3,4 вот эту зону на пути к этой зоне можно уже закрыться несколько раз видите идем вниз мы пробиваем пробиваем офигенно шорт можно уже час закрыть потому что он сейчас вернется на уровень наверное от середины 1,3,1 будет тонкая свеча мы можем даже воспользоваться и уже опасно но полонговать видите все паническое такое решает между тем покупателем и продавать если бы торговали боты постоянно большими суммами то это было бы совершенно по-другому но поскольку это человеческий фактор оно все как бы в большинстве случаев предсказуемо никто не готов никто не готов отдавать свои деньги да даже чуть-чуть и начинается паническое закрытие сделок эти стрелочки которые я нарисовал мы идем строго по нисходящему вот и я думаю что вот как раз вот этот уровень 1,11 мы его можем выбрать на откуп на лонг но опять это опасно поскольку мы еще не доупали и можем еще падать не доупали не доупали не доупали не доупали Вот он пытается уже восстанавливаться на минуте. Биткоин тут еще подрастает. Сейчас, секунда, вниз и можно купить. Купить. Если правильно купить. Я вот, допустим, еще позицию мне не выкупила. Крипта. Я надеюсь, она выкупится. Прежде чем он пойдет вверх. Я хочу зайти в максимум удобном для себя положении. Три минуты, понятно, еще не вверх показывает. Мы можем еще получить какой-то минус. Да, кстати, очень волатильная криптовалюта и надо с ней осторожнее. Изолированная маржа, вот это то, что вам тоже необходимо начинать, поскольку если вы начнете с кросс, у вас будет постоянно сосать ваш бюджет. Видите, это уже неправильная сделка была. То есть можно было еще взять идеальный вход ниже. Но я надеюсь, она не пробьет вот этот уровень 1.11, 1.1.8 и будет отскок вверх. Еще не было таких сигналов, чтобы можно было заходить в лонг. 1.11, 1.1, да? Как один из вариантов. Как один из вариантов локальной поддержки. До 1.09. Я в любом случае в лонге и ваша задача это уметь выжидать. Ну и понятно, признавать, что у вас может быть минус и закрывать в минус. Но смотрите, сейчас будет культовая такая вот эта зона, вот эта зона, откуда мы увидим движение либо вниз сильно, либо вверх. Но я, опять-таки, думаю, что вот с этой зоны мы выйдем очень хорошо вверх. Да, хотя бы на 1% вверх. Ну, смотрим. 15 секунд до окончания таймбара у нас, видите, появляются покупки. Вот у нас тут возрастают покупки. И мне достаточно, чтобы начать закрываться, хотя бы 1%. Потому что этот, скажем так, таймфрейм, по которому мы можем 1% получить, вот 1% это 7 минут займет рост. Очень-очень хорошо. Сейчас у нас будет тут такие волны, что опускаться, подниматься. Ну, как мы сейчас видим, да, может чуть-чуть ниже. И тут главное не пробить вот эту линию. Но 1, 1, 1. 6 секунд. Сейчас всех обманут. Он пойдет вниз, скорее всего. И пойдем вверх. Смотрите, вниз. Что делать? И идем вверх. Биткоин, тем временем, на минуте будет вниз движение. Там главное, чтобы он не повлиял, биткоин, на нашу криптовалюту. Видите, он опускается вниз и может тянуть за собой FTM. Видите, идет вниз биткоин. FTM. Тоже реагирует движение вниз. Небольшим. О, хорошо, биткоин вверх. То есть, поняли, да? Вот эти все шаг лево, шаг право заставляют криптовалюту следовать по биткоину. За биткоином. Вот это мне не нравится. Два таймбара. Мы можем еще пойти вниз. Вот так вот. Пошли вниз. Да. Не хватило нам толчка, чтобы выйти выше. Я пока закрою частично short, long и потому что мне не нравится. Такая шартовая, еще у нас шартовая ситуация, где мы еще не определенные на long. Видите, мы идем. Все. Мы пробиваем и дальше идем на уровень. И дальше идем на уровень. Какой у нас? Вот как раз 1.1. Это и есть. Ну, максимум, да, я думаю, 1.09 тогда в таком случае тогда у нас вот этот зона будет поддержки. Неоднозначная ситуация. Я не любитель в таких позициях торговать. Пока реально непонятно. Но выстрелить он может очень сильно вверх в таких ситуациях. Ну, или вниз, или вверх. Если бы все знали, то все бы были миллионерами. еще чуть-чуть вот что-то какие-то порывы выйти вверх. Ну, попробуем опять купить лонг. Потому что может выйти о, есть. Наконец-то. Почему именно сейчас меня надо отвлекать? Сейчас либо будет хороший рост, либо опять мы будем колупаться в этих пределах. Выставляйте стоп-лосс, не забывайте. 1-1 5 3, допустим, да, поставим. Чтобы не было сильно минусной позиции у нас. Пускай у нас будет минимальный заработок, но мы сейчас вниз и вверх. есть. Давай, иди до уровня 1-1-2. Биткоин тоже смотрим. Видите, хороший, неплохой лонг. У меня уже показывает 2%, но практически ни о чем. Я торгую на X11 сейчас. Отлично. Можно частично частично фиксировать. И по чуть-чуть в копилочку подкладывать деньги. Опять шартовая такая ситуация у нас возникает. То есть сейчас еще чуть-чуть и мы пойдем вниз, потому что мне не нравится опять вот этот волокон. О! Вы видели? У меня стоп-лосс работал. Я 70% закрыл. Вот он у нас практически он дошел до уровня поддержки. И сейчас я посмотрю. Это сильное падение. Я не знаю туда, где у меня открылся. Да. стоп-лосс сработал не так, как я предполагал. Надо было больше закрывать. Очень, 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 но такая обидная ситуация. Слишком много денег забрало стоп-лосс. Ну, как, в ноль получается вышел. Заработал, но вышел в ноль. к сожалению, пора идти. Поторгуем в следующий раз. Конечно, можно было просто шортить и тогда не переживать особо за эти движения вниз. Наоборот, это будет круто, но я вам так скажу, что вот эти ситуации, когда криптовалюта уже упала сильно, здесь у нас может быть как раз вот эта поддержка и крипта пойдет вверх отсюда, то есть больше я склонен ловить лонг в таких вот ситуациях. надеюсь он продолжит сейчас рост и я хотя бы отобью у меня будет плюс надеюсь он сейчас вырастет я закрою сразу там 50% от сделки есть 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 давай сразу закроем какую-то часть жалко сейчас реально заканчивает трейдинг потому что вот как раз еще чуть-чуть он пойдет вверх и я понимаю что я сейчас могу больше заработать это я уже рассказывал ситуацию когда вас что-то может отвлечь и вы должны быть емкими сильными энергетически чтобы ничто на вас не влияло ну и понятно что знание тоже прежде всего необходимо будет ли сейчас очень сильное движение вверх да есть 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 что у нас биткоин должен расти по чуть-чуть да есть есть вот это хорошо вот это хорошо это практически несколько процентов мы берем когда у вас большие суммы надо ставить стоп-лосс чуть-чуть выше потому что когда слишком большие падения у вас стоп-лосс может сработать на 2% ниже и вы можете потерять очень большие деньги поставим 0.05 сейчас у нас идет вверх сейчас небольшую паузу сделаю так чуть-чуть отвлеклись опять и ну вот 5% грубо говоря от моего входа вход у меня 1.108 1.108 то где-то здесь да и сейчас я вижу рост скоро он закончится я зафиксирую еще несколько частей я думаю что может дойти вот до сюда неоднозначно я не знаю сейчас что у нас происходит почему может ли он сейчас упасть возможно но должен расти в основном сейчас идет восстановление и 3 минуты и 5 минут 15 минут опять-таки я оставлю какую-то часть открытым и посмотрим через время получается может быть будем записывать еще такие видео они вам помогут хотя бы поверить в то что это не казино это такая наука по которой вы можете реально заработать деньги главное чтобы это вам нравилось и больше развивайтесь читайте книги смотрите наш канал у нас много видео записанных полезных подписывайтесь на наш канал внизу в описании есть ссылка на это на этот сайт очень полезный который вам поможет также ввести аналитику и становиться каждый день лучше советую каждый день ее использовать ну и наши советы смотрите в следующих видео такие же такие же видео будем стараться записывать вам если кстати кто-то что-то хочет сказать или вообще в принципе сказать полезное или не полезное видео пишите в комментариях посмотрим послушаем интересно сейчас на минуте мы пойдем скорее всего вниз на FTM и можно было еще закрыть как раз на вот этой 50% депозита от маржи все всем спасибо всем пока можете пока посмотреть за говорил посмотреть за ходом цены это интересно объем Продолжение следует... 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 скажите что вот здесь вот уже заходить такое себе да и здесь заходить такое себе смотрите bitcoin не забывайте и ftm вот в принципе есть у нас вот график биток биткойна тоже биткойн здесь остановился здесь остановился ftm биткойн скорее всего может идти вниз сейчас до какого-то уровня вот этого или этого ftm тоже может реагировать падением сейчас вниз пойдет что у нас идет 3 минуты 5 минут 15 хотя глобально но глобально разрезе на 15 минут я бы сказал что он еще будет расти ну на минуте я думаю что сейчас будет падение зона 50 202 ftm не останавливается у меня сейчас 18 процентов отправим сразу в телеграмм отправим сразу в телеграмм не останавливается не останавливается и 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 мы можем все-таки пойти на 52 52 тысячи возможно ну короче говоря пойти вверх такая проторговка как вы видите идет то есть если мы выходим с 50 тысяч в общем вот так вот если вы сюда идем то мы либо пойдем дальше либо у нас опять будет проторговка в этом диапазоне 50 500 49 400 четыре часа интересно выглядит даже я бы сказал больше в рост вот возьмем отсюда может какое-то падение быть и рост отсюда зоны сопротивления 52 700 мы можем оттолкнуться вниз но это еще далеко в тем смотрите как растет а биткойн падает кстати я сказал что он упадет до 50 200 да он упал еще ниже а я в твоем падает кстати ftm в это время когда помпился он не сильно реагировал как биткойн да сейчас упал биткойн практически упал с того момента как он был как его вы вырастили до на ваших глазах сейчас ftm будет падать наверно на уровень вот этот я закрывать не нету чего просто ждем биткойн падает ну примерно по биткона я сказал что четыре часах интересно выглядит если ничего не поменяется он пойдет выше на 51 и наверное завтрашним утром или вечером сегодня мы увидим эту цифру вот а вот час перед тем как он пойдет вверх мы можем еще дойти до 49 500 отсюда в отскок или же вот тут эта зона 49 48 900 и отскок если не отскочим то пойдем вниз почему не сохранилась сейчас все в общем всем спасибо за просмотр всем удачных покупок и продаж всем пока